Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 для этого известны. Какие активные действия для этого нужны, действия прежде всего наших воинов на фронте тоже хорошо известны нашим партнерам. Нужна только решимость. По меньшей мере шесть человек погибли, почти 300 получили ранения в результате двух новых землетрясений, которые произошли в Турции в понедельник. В данном агентстве по чрезвычайным ситуациям Турции землетрясений магнитудой 6,4 балла произошло в 20.04 по местному времени на глубине 10 километров. За ним второй толчок сила 5,8 балла. Три минуты спустя и 31 последующий авторшок, которые были не такими сильными. В сети появилось видео, снятое, как утверждается в аэропорту Хатай. Вице-президент Турции сообщил, что власти контролируют пострадавшие районы и призвал местных жителей не приближаться к поврежденным зданиям. Зарубежные СМИ показывают кадры спасателей, вызволяющих людей из-под завалов. Землетрясение произошло, когда они находились в уже поврежденном здании, чтобы забрать все ценное, прежде чем оно будет несено. Некоторых из них спасти не удалось. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Турцию анонсировал дополнительную помощь в 100 миллионов долларов, которая также предназначается для пострадавшего от землетрясений Сирии. По его словам, 50 миллионов долларов будет выделено в виде чрезвычайных фондов для беженцев и миграции, еще 50 миллионов в виде гуманитарной помощи. Сегодня мы помогаем тем, кто больше всего в этом нуждается. С помощью фонда гуманитарной помощи Государственного департамента США по международному развитию. В то же время мы очень тесно сотрудничаем с нашими турецкими коллегами, чтобы понять потребности и найти способы им помочь. Между тем, свидетели сообщили агентству Reuters о новых повреждениях зданий в городе Антаке, провинции Хатай, одном из наиболее пострадавших от предыдущего землетрясения 6 февраля, в результате которого в Турции и Сирии погибли почти 46 тысяч человек. Гуманитарная группа «Белой каски», которая работает в соседней Сирии, также сообщает о раненых жителях. По сообщениям, после землетрясения в понедельник в Сирии около 470 раненых обратились в больницы.